В Перми стартовала 23-я международная выставка форум учебных заведений образовательных технологий и вакансии образования и карьера. В этом году она проходит в онлайн формате. Традиционное мероприятие помогает старшеклассникам Перми и Пермского края определиться с выбором будущей профессии, а студентам найти возможности для развития карьеры. По мнению организаторов образования и карьера, главное образовательное событие региона. Тему подробнее обсудим прямо сейчас в гостях в студии РБК Перми. Светлана Середина, организатор выставки образования и карьера. Светлана, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Ну и первый вопрос у меня. Вообще, когда началась подготовка к мероприятию? Ведь сейчас мероприятие проходит в онлайн формате и вы были вынуждены в таких жестких рамках работать. Ну да, действительно, мы вообще первоначально делали оффлайн проект и очень долго надеялись, что все же удастся нам его провести, потому что это действительно очень большое, очень яркое, очень важное для выпускников событие. Потому что по нашей статистике, по статистике Министерства образования, большинство абитуриентов Пермского края именно на этой выставке принимают окончательные решения о том, куда поступать и какие экзамены сдавать. И вот только в начале декабря мы окончательно убедились в том, что оффлайн формат не состоится и пришлось поменять эту нашу историю, поскольку все же мы видим свои задачи помочь определиться с выбором учебного заведения как минимум в 10-м и 11-м классах. Понятное дело, что раньше участников было больше, а сейчас из-за всех этих сложностей их будет меньше. Сколько вы ожидаете? Ну да, действительно, когда мы делали выставку оффлайн, на нашей площадке было порядка 140 участников, и это были не только высшие учебные заведения, но и средние и специальные, и это были издательства, и это было дополнительное образование, даже школы участвовали в этом проекте. Здесь же мы, поскольку решили сконцентрироваться на выпускниках, которые вот-вот принимают решения, в выставке принимают участие вузы, принимают участие работодатели, как такая карьерная траектория в Пермском крае, и принимают участие учреждения дополнительного образования, которые подготавливают к сдаче ЕГЭ. И на сегодняшний день это 13 пермских вузов, то есть все высшие учебные заведения Пермского края принимают участие в выставке, и учебные заведения из регионов России, это Москва, Томск, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток. Кроме того, международное образование представлено Словакией и США. Но поскольку мы видели себе конечную цель довести школьника не только до вуза, но и до факультета, то в общем-то сейчас, если заглянуть на онлайн-выставку, на онлайн-портал, то вы найдете там больше 200 участников, потому что только 200 факультетов вузов принимают участие, плюс предприятия и дополнительное образование. И здесь мы, конечно, очень рады, что пермские предприятия поддержали выставку. В основном это крупнейшие предприятия Пермского края, которые работают по программе целевого приема, то есть сотрудничают с высшими учебными заведениями. И традиционным партнером выставки является «Авиадвигатель». И к нему присоединились в этом году «Лукойл», «Лукойл Перми», «Лукойл Пермифтеоргсинтез» и «НПО «Искра». Другие предприятия также принимают участие, всех их можно найти на портале. А вообще в целом, это, наверное, даже легче, да, топовых спикеров каких-то приглашать именно на онлайн-формат мероприятия? Ну, здесь, что значит спикеры? У нас нет как таковой деловой программы мероприятий, есть история с онлайн-консультациями. То есть в течение, уже начиная с сегодняшнего дня, до 30-го числа будут идти онлайн-консультации факультетов различных вузов. Пермские, вузы Пермского края начинают консультировать с 21 по 24 число. И к ним присоединяются предприятия Пермского края, которые сотрудничают с конкретными факультетами, они будут вместе. Есть отдельный карьерный блок, где предприятия рассказывают о себе. Это вот мы коротко с вами о программе поговорили. Еще проанализировав, посмотрев сайт самого мероприятия, увидела, что там есть приложение «Старбокс», вот о нем поподробнее. Да, значит, достаточно интересным таким нюансом, и может быть даже наоборот преимуществом этой выставки является то, что вход на портал проходит через профориентационный тест. Причем тест не унылый, как вот мы в свое время где-то сдавали, да. В центрах занятости. Мы сделали достаточно его в такой игровой форме. Живая девочка Настя, которая работает сейчас со школьниками в тютерском центре, она лицо этого теста. И наводящими вопросами она ведет школьника по нескольким ступеням. Так что в итоге после прохождения теста ему выдаются рекомендации о том, кем он может быть, и дополнительно ссылкой на сайт с конкретной выборкой факультетов, которые ему рекомендуются согласно его профилю, согласно профориентационному тесту. И это тоже такой достаточно интересный момент, то есть не нужно рыться среди всех 200 факультетов, ты проходишь тест, и тебе выпадают конкретно те факультеты, которые рекомендованы тебе. И дальше уже внутри самого сайта есть рубрикатор, где школьник может либо сузить поиск среди тех, кто ему выпал, поскольку есть дополнительные опции. Можно выбрать только вузы Пермского края, либо вузы других регионов, можно выбрать вузы, где есть общежитие, где адекватна стоимость обучения. То есть такие позиции там тоже есть, либо переиграть все, поменять рубрикатор согласно какому-то собственному представлению о том, кем я хочу быть, и будут собираться подходящие выборки. А вообще говоря о каналах пиара, я имею ввиду, как участники выставки, они узнавали, присоединяются к ней в том числе? Да, здесь мы активно сотрудничаем с Министерством образования Пермского края. Вообще выставка проходит при поддержке, без них бы мы не справились. И на сегодняшний день во всех школах Пермского края должны пройти классные часы среди учеников 10-11 классов, где преподаватели рассказывают о том, как они могут пройти тест, что они могут найти на сайте. Здесь я еще раз сделаю акцент, что мы ориентировались на 10-11 классы, потому что в выставке участвуют вузы, но в принципе тест могут также через онлайн-портал, зайдя в поисковую систему на сайт выставки образования и карьера, пройти 9-8 классы тем, кто сейчас уже интересуется своим будущим и начинает его планировать. Это доступно. Плюс в системе Эпос, в которой сейчас пользуются все ученики, есть баннер, который ведет на эту страницу, и мы очень попросили классных руководителей в школьные чатики родителям тоже поскидывать эту информацию, чтобы родители тоже были в курсе и помогли сориентироваться детям в прохождении сайта. А вообще есть ли аналоги выставки образования и карьера где-то в России? В принципе, есть такие порталы, существуют, и онлайн-выставки проходят. Мы постарались сделать историю не похожей на другие. Во-первых, это сам вход через вот этот игровой тест, которого мы не нашли нигде больше. Второе, это то, что мы ведем все-таки школьника не на вуз, а на факультет. И когда школьник попадает на карточку факультета, он там может в прямом эфире поговорить с приемной комиссией. То есть там есть мессенджеры работающие. И уже со вчерашнего дня, с момента начала выставки сотрудники приемных комиссий в этих мессенджерах сидят и ждут, когда им начнут задавать вопросы. То есть такой прямой диалог возможен через мессенджеры уже сейчас. Следующий момент, что мы ведем, это актуально, наверное, для Пермского края, что мы ведем с факультетов на предприятия. То есть на карточке факультета есть рекомендации, куда дальше идти работать. Это предприятия Пермского края, о которых я говорила, которые также приняли участие в выставке. И это онлайн-консультации, которые мы тоже сделали достаточно своеобразным образом, так, чтобы это было удобно школьнику. Во-первых, мы разбили их на три так называемых комнаты или конференц-зала по направлениям образовательным. То есть, например, гуманитарная, естественно-научная, техническая и отдельно идут вузы России и зарубежья. И внутри этих конференц-залов мы разбили консультации на блоки. То есть, например, если тебе выпало стать маркетологом, то блок-маркетолог идет в гуманитарной комнате в определенное время. И все факультеты всех вузов будут рассказывать школьникам в этом блоке, как к ним поступить. Светлана, у нас с вами, к сожалению, не так много времени остается. Огромное вам спасибо за интересную беседу. У нас в гостях была Светлана Середина, организатор выставки образования и карьеры в Перми.